Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж. В этот раз я решил не утомлять вас бесконечными гонками, но тем не менее нам необходимо было прокачать тачку, поэтому где-то за час до этой серии я сел собственно и начал проходить гонки. Это оказалось очень легко, но я в итоге выиграл все тут, потом выиграл все тут и выиграл все тут. Повторюсь, все проходило с первого раза, потому что сложности в этих гонках вообще нет, гонщики тупые. И теперь у нас... Сколько там денежек? Теперь у нас есть деньги на прокачку, у нас 203 кредита. Так что, в общем, я намерен искупить свою вину за то, что в прошлый раз с трудом накопленные деньги я тратил не на ту машину. Теперь мы прокачаем собственно ту самую машину, нашу. В общем, выбираем Куприна, ставим на нее качественную шиповку, тему патруль и принимаемся за серьезные вещи, уже такие как спортивная подвеска, радиаторная решетка, молот, новый движок, новую систему впрыска и броня. Теперь наша машина прокачана. Кроме того, хотя у нас, конечно, 2000 патронов, но... В принципе, ладно, я думаю, хватит. Купим щитов еще маленько. Вот, собственно, вот таких вот штук пять. Да и все. Теперь мы полностью заряжены. Так. Парень предлагает нам... Гонку, он считает себя лучшим водителем. Давайте, раз уж у нас эта серия началась с того, что я говорил про гонки, давайте пройдем в самое главное гонку тут. Надеюсь, она будет такая же легкая, как остальные. Посмотрим, что они могут нам предложить. Играю я, как вы заметили, на геймпаде, потому что на геймпаде есть, ну, очень удобно. Так что... Так что... Ох, как машина прокачалась. Да, посмотрите. Тихо. Свободен. Аккуратно. Блин, заносит маленько. А, ну я его неплохо опрокинул, так что думаю, шансов-то у него особо не осталось. Хотя, не будем развлекаться. Как говорится, не говори, оп, пока не перепрыгнешь. Трасса, кстати, довольно-таки неудобная. Вот этот поворот направо и все, что после него тут очень сильно так напрягает, особенно на Куприна, потому что она славится своей неповоротливостью. Но, в целом, надо сказать, машина теперь, после установки апгрейдов, едет совсем по-другому, очень поворотливой стала Юлка. Это круто. Так, ну и последний круг. Как говорится, круг почета. В общем-то, похоже, уже все решено. Загрели мы этого парнишу. Ох, вообще без проблем. И гонок тут больше доступных нет. Отлично. Старки пососнул. И нам дали новую награду, Магнум. Давайте сразу поставим. Я думаю, с ним будет круто ловить. Поверить не могу, что я проиграл. Похоже, движок барахлит. Да, конечно. Прокладка барахлит. У меня есть все, что нужно твоей машине. Так, а нет, не через тебя же. Надо в гараже поставить. Ну и, собственно, выходим отсюда. Теперь нам нужно... Так, сегодня мне повезет. Брось. Брось. Брошу, брошу. Нормально. Плохо. Плохо. Так, еще мне сказали, что... у меня очень все плохо с игрой ножом по пальцам давайте попробуем еще раз на геймпаде дам это удобнее будет сделать а потом уже поедем в тюрьму очисти дороги они не тебе жучу так нашу я бы тогда попробуем так какой там кнопку то нажимать а то да да не объясняли ну ладно убережем пальцы но вы поняли принципы потом пойдет в обратную сторону я уже пробовал смысла в этом особо нет можно вроде как получить а чим хотя тоже не уверен на сто процентов спасибо так настроить радиаторная решетка стоит магнум и это хорошо в остальном у нас установлено абсолютно все что можно теперь наша машина вот смотрите как выглядит отлично ну собственно выходим в пустоши и поехали в тюрьму выручать познакомимся с правительством надо кстати посмотреть у меня пушки какие на быстрых слотах стоят на геймпаде как вы могли видеть можно выбрать четыре пушки на быстрый слот так мне стоит пистолет калашников ну не совсем калашников его с трудом можно калашниковым назвать потому что у него хотя бы затвор не с той стороны как в контре стоит шотган и стоит арбалет нормально то есть вот так 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 отлично все поехали с богом смотрите да машина какая стала обалденно будем надеяться ой насколько все таки удобнее ездить на геймпаде когда можно дозировать скорость то есть насколько сильно нажал на горшетку настолько быстро она и так на что есть желающие обезти по крайней мере опять же отмечу чтобы не вызывать бугурта у самых несмышленых из наших подписчиков на геймпаде удобнее ездить и стрелять мне ну стрелять конечно я приврал но тем не менее так ладно то что на геймпаде есть удобнее мне не значит что на геймпаде удобнее ездить абсолютно все они нужно начинать страшно смотри что да блин так едем себе потихоньку что-то сегодня у нас в легкую подтормаживает возможно это из-за того что на заднем плане у меня довольно таки увеситый процесс но в прошлый раз при записи я бы не сказал что тихо 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 в прошлый раз при записи это не сказывалось но в этот раз возможно сказалось ну шо ж такое неудобно так куда же дорогуши делся все по отлично так почему не в нас тут стреляют у нас же какой то пропуск бог ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так, пожалуй, машину припаркуем тут. Давайте посмотрим по заданию еще раз. Почему нас обстреливают? Направиться к тюрьме? Да нет, это не то. Так, правительство держит его. Вот ключ-карта, когда она откроет ворота, не забудь взять тротики контроля разума. Ну, 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 понятно. Видимо, бассы все-таки надо взорвать, что ли, я не понимаю. Ну-ка, ты стреляешь по мне? Да-да-да. Хорошо. Так, где там у нас была ракетница? Так. Так, так, так. Блин, мне тут же все забываю о проблеме. Опять несколько дней не играл, так что неудивительно. Так, возьмем. Расфигачим. Смотри, ощущение, что вообще не помогает, да? Сейчас нам придется ломануться тогда. Возьмем-ка мы калаш. И погнали, погнали. Ой, 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 ой. Фу, так. Теперь давайте думать, что же нам тут делать. Я так, честно говоря, не понял, можно ли их разрушить с той стороны. Я его не вижу. Это что за тяжелые шаги такие? Меня печалит. Он за нами. Ой, ой, ой. Куда я попал? Похоже, им понравилось. Так, в общем-то... Это что ж такое? Куда уберетесь? Нормально. Так, сейчас с этой стороны, по-моему, кто-то был. Броне? Ну-ну. Иди. Давай гоните. Нет тут никого. Передвижение не замечено. Ну, шо ж, мы попали, похоже, в цитады зла. Да шо ж такое? Откуда ты? Ага, понятно. Так. Упс. Упс. Смотри, они вообще бронированные, да? Твою мать! Фу. Ну все, кажется. Так, ну... Нам, видимо, не сюда. Нам, скорее, вон в тот провал. Так, а прыгает-то нас вот эта кнопка. Ну что ж. Придется нам идти откуда-то отсюда. Блин, до чего мы лезем? Я не пойму, куда идти. А, вот, вот же. Ну шо ж, дорогие мои, познакомьтесь с правительством. Правительство у нас похоже в каких-то нано-костюмах. Очень нехило защищены. А мы опять через какую-то канализацию попадаем в тюрьму. Будем надеяться, это будет не очень сложно, потому что они меня уже почему-то пугают. Пули принимают со спокойной так совестью. Так. А еще они мне почему-то напоминают комбайнов из Half-Life. Второго, естественно, в первом их не было. Что-то такое и есть. Так, шестерни. Шестерни нам не хватало для создания замколомки. Это прелестное. Значит, теперь мы сможем поломать какую-то дверь. Бухло. Так, налево или направо? Давайте налево пойдем. Потому что там я что-то вижу. Тут много всего хорошего. Хорошего. Электромагнитные гранаты. Хорошо. Это нам явно пригодится. Но как, собственно, появится повод их собрать, тогда я их и соберу. А это у нас морг, похоже, да? Я же обожаю морг, вы знаете. Особенно мне понравился в Амнезии, в Амнезии, в Амнезии. Там они были крутые. Узлы 4-й, 9-й, 12-й функционируют. Блин, насколько все-таки при управлении с геймпада, при регулировании скорости ходьбы, атмосфернее все ощущается. Не просто, как вот сейчас я нажму на клавиатуре, видите, с какой скоростью я перемещаюсь. На геймпаде потихоньку вот так вот можно прибираться, осматриваться. Как-то ощущаешь себя сразу живым человеком, а не роботом. Но при этом, повторюсь, целиться очень не... вернее, не очень удобно. В принципе-то привыкнуть можно, и за годы игры на Xbox и на PlayStation я к этому привык, но однозначно на мыши целиться в разы удобнее. Что есть, то есть. Так, ну что? Тут я явно не пройду, скорее всего, мне нужно застрелять вот эту хрень. Ладно, какие-то, блин, технологии страшенные. Ну что? Не вижу, не вижу, куда можно было пойти. Видимо, все-таки с тобой что-то надо делать. Вот так, да? Ага, уже на потере напряжения на узле 9. Слышите, да? Оставайтесь на чеху! Твою мать, это как это на самом деле цитадель зла. Так, я надеюсь, он падет обратно, а вот он идет. Страк обнаружен! Ты посмотри, какие крепкие, а! Ёлки-палки! У меня есть ощущение, что это может плохо кончится? Да, блин, надо привыкнуть к стрельбе. Так, ну все, теперь они знают, что мы здесь, с чем я вас и поздравляю. Ну, блин, ты посмотри, какие бронированные парни. Обычные картечи, я смотрю. Довольно-таки хреново на них действовать. Так, а что это такое? Ну, блин, как бы ты инопланетян какие-то. Ну, давай! Видимо, только так. Пластички. Стальные наконечники, картич. Я пока не совсем понял, зачем мне здесь вот эти вот дротики... Нет, вот эти вот стрелы контроля разума. Потому что пока что тут я не видел задач, которые с их помощью можно было бы решить. Вполне хватает обычного огнестрела. Падай, падай, посмотри, вообще не падай. Даже этим голову не снимать. Позже, ох, блин. Ты посмотри, как сложно. Обалдеть просто. Ёлки-палки, куда я попал? Ну, наконец-то. Я такими темпами с ними, похоже, долго буду воевать. Так что давайте-ка мы сохранимся. У меня, кстати, есть вопрос. Возможно, кто знает, почему у меня... Если время отображается нормально, собственно, на часах Windows, то в игре постоянно какая-то абракадабра. Вот сейчас у меня пишут, что 16-20 с чем-то там было. Хотя время полдесятого вечера. Что такое? Что за грех? Уф, да уж, ребят, с вами не соскучишься. Так, что вы мне дадите? Патроны правительства, патроны правительства. Да уж. Возможно, надо было таки взять пулемет правительства, потому что... У них, собственно, кроме патронов правительства-то ничего и нет. У меня есть еще филтрит, так что пока живем. Так, где у нас эта штука, которая... отрубает. Возможно, здесь. Нет. А вот она. Уф, я уж думал, что-то не то. Ладно. Давайте попробуем скрафтить электромагнитную гранату. Так, что для этого требуется? Нормально. Еще одна. Хорошо. И, собственно, сразу ее вот так поставим. Попробуем ее применить, потому что что-то, возможно, у них броня вырубится. Вот тут у нас обычные гранаты. Тоже неплохо. Ой, это пьяно здесь не то, что я думаю. Твою мать. Это даже хуже. Ха-ха. Так. Иди сюда, дорогой. Ха-ха. Ха-ха. Иди сюда, дорогой. Ха-ха. Вообще никак. Три стрелы просрал. Ну ладно. А по мне неплохо, но они действуют, надо сказать. Ха-ха. Ах. Блин. Ха-ха. Ладно. Это было тупо. Ну, рахал-то было. Проверь. Блин. Вообще что-то какая-то жесть пошла. Ах. Так. Ты смотри, живучий, какие обалденные. Куда я попал? Куда попал? Да ёкарный бабай, да шо ж такое. Дава-ха. Давай, 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 давай. Блин, блять. Эээ, короче говоря, так, секундочку. Вам пора брать клавомышей, потому что, эээ, тут на них-то будет сложно. А на геймпад вообще лично для меня какой-то нереал пошел сейчас у меня пока я вам покажу короче вот совсем другое дело фух это надо сказать довольно таки сложно ладно геймпад пока полежит в сторонке прибережем его на более спокойной прогулке здесь нам просто варят нас на бок ломают нам хер как говорится ситуация натурально критическая так на что может толчки через нет ну ладно да что ж такое я не пойму патроны то жалко тратить так сюда давайте поставим обычные наконечники потому что три стрелы просрать это очень печально так запишемся почаще надо записываться потому что здесь каждая встреча может быть последний это конечно не такой хардкор как скажем dark souls игра которая на днях играл и по которой постараюсь обязательно сделать летсплей но тем не менее довольно таки сложно ствол турели это нам покатиться машинами на турель создать создать и пожалуй одного паучка и даже двоих да 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 так что дальше на замколонку у нас не хватает это по-моему я только что потратил ну ладно как бы с ним так теперь давайте-ка мы поставим все это вот скажем вместо вот этой машинки нам нужно поставить робот вот назначить вот сюда и в принципе где там у нас бинты нам нужно поставить вместо вот этих штук потому что они тут все равно не котируются так ну что погнали посмотрим чем еще они нас порадуют что еще ух ты елки палки лари все нет похоже что все так а но ну ой ой 이�я вроде как им нравится это меня радует и это вообще такое прямча чувство дежавю это напоминает тюрьму нового проспекта. Ой, бегут, бегут. Отлично. А, ну он, конечно, был всего один, это я с перепугу поставил эту хрень. Ну, ну ладно. Соберем еще одну, если понадобится. На одного-то уж можно было не тратить драгоценную турель, патроны. Что за патроны интересные? АВ-2Х. Я так чувствую, что ее будет очень трудно развалить, примерно как в Фире. Елки-палки, что это было? Все, нет? Вроде все. Что это было, Шео? Надо убираться сюда. На какой хер вообще сюда полез, извиняюсь за выражение. На какой хер? Ну давай. Ше-ши. Да, блин, третий раз подряд промахнуться. Четвертый. Вот это позор. Муссье знает толк в эпик фейлах, как говорится. Ооо, это какой-то рейлган. Но теперь у нас уже настоящая проблема. Так, робот, робот, спасай. Давай-давай-давай, братин, давай. Жги. Чет, они пошли вниз к уплению. Блях, там муха. Да, сегодня моя метка страдает. Не просто страдает, а показывает настолько убогие результаты, что в пору пойти резать вены. Смотрите, я шучу, конечно. Все, отлично. Ну, не сказать, что отлично, но по крайней мере, мы живы, они мертвы. Так, соберем запчасти. Ладно. Так, вроде все, да? Ой, ну и, ребят, я думаю, на этом мы завершим эту серию. продолжим пробиваться по этой тюрьме в следующей. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok